я на берегу москвы реки около своей зимней штаб-квартиры это в районе братиславское метро вон туда быть славская вот это район братьево вон там братьевский мост и в общем приехал я по делам и сейчас вот тут хожу вещая танцы чуваки поехали на байдар как это предыдущем видео будет видно то есть в общем понятно они не купаются но видишь у них все-таки кожа не облезает вот вредоносной грязнущей воды москва реки это нефтяной завод и еще раз говорю что этот вид мне очень нравится то есть приходишь от моего от моей жизни мне штаб-квартиры здесь 10 минут ходьбы даже меньше вот тут tc мари в котором я пью кофе и сейчас пойду туда пить кофе но вот так в предыдущем видео я чем говорил о своем плачевном положении сегодня ночь не спал вообще не мог спать ночью потому что потому что положение и правда она как бы сказать я ведь должен сейчас тебе максимально давать отчет до том что что происходит как все будет и что эти могу в итоге сказать рискую я конечно и у меня нет совершенно четкого понимания чего я добиваюсь и в чем вообще проблема проблема зарабатывание денег то есть их надо будет зарабатывать это первая проблема вторая проблема это скрипка что скрипка у меня вопрос скрипки остается нерешенным что я занимался постигал но так и не донес это еще до публики до широкой то есть это вторая проблема третье это вопрос моего youtube канала который уже окреп во всю существует и как говорится я бы совершенно не хотел чтобы он перестал существовать то есть он уже существует и он будет существовать он должен существовать дальше и вот теперь смотри все это все эти три фактора они абсолютно с друг с другом никак не связано заработок скрипка и канал они не связаны друг с другом вообще никак то есть я имею дело с тремя сферами с тремя потоками которые не представляется возможным привести к единому знаменателю я могу привести это к единому знаменателю понимаешь дело в том что я уже говорю про себя что у меня структура рождается просто так или иначе это проявилось когда писал свою первую сказку свои книги вот первый свой литературное произведение я и писал пост по ходу то есть вот сплошняком как идет первые свои все произведения вот сказку свои симфонии вот эти три так называемых это вслед за андреем белым и так назвал не знаю правильно или неправильно я писал как я просто брался от начала и до конца и я ничего не правил собственность этой же методы я сейчас пользуюсь и про это же методы я думал сейчас готовясь мысленно к интервью которые у меня мест и 2 сложных интервью которую собственно в чем сложность сложность том что мне нужно сделать сделать новый жанр мне нужно это пробить я должен укрепиться в этом своем жанре я тоже думал про то что ничего не редактировать записать сплошняком просто абсолютно сплошняком я к этому очень склонен на моем канале нету никакой редактуры все на живую нитку так вот здесь пройдем немножко таки еще немножко папа походим поснимаем понимаешь да все на живую нитку и у меня нет программы монтажа и это во многом я к этому и не стремлюсь понимаешь я к этому и не стремлюсь то есть я стремлюсь в чистой документалке к чистому откровенности потому что показывает себя таким как я есть абсолютно поэтому есть авторитетное мнение которое я очень ценю что я до канале не рассказываю правды это не так мой канал это максимальный источник правды про меня какой возможен и выражаясь языком журналистов интервьюеров я рассчитываю докрутить эту ситуацию до как бы то есть докрутить свой канал дом максимально вообще правдивость от утрепейник есть отлично вот и водичка москва реки я даже потрогаю не знаю как бы мне туда не упасть а я не буду не буду как бы мне туда не упасть и потом сейчас и раньше на 2 лямки одену что да не слететь тепленько ну что лишь пальцы мнение кислоте не не растворились так что все воде неплохо вот ребят так что привести все это к единому знаменателю я могу у меня есть только одна версия что единый знаменатель это человеческое я мое я то есть это некая не знаю я как это объяснить не знаю не знаю я на ютюбе себя чувствую как дома но я ничего не могу заранее говорить сушить жизнь так устроена не мне тебе об этом рассказывать ты чувствуешь себя как дома железобетонная основа крым бабах их нету этих основ без всякой предварительной причины без всякого этого самого ну ничего не предвещало без всякой логики вот у тебя почва под ногами есть бабах ее нету я против времени против судьбы но тем не менее я должен признать что я нахожусь внутри этого